Чем больше противоречий в твоей голове, внутренних войн каких-то, да, тем хуже тебе будет по жизни, да. Если ты, допустим, допускаешь существование демонов, суккубов, то от них ты больше всего пиздюлей получишь, если продолжишь с ними бороться. Потому что чем больше ты воюешь, тем, соответственно, мир с тобой воевать также начинает. И война объявляется выигранной, когда ты складываешь оружие. Потому что тебе терять нечего, то есть тебе плевать. Отберут, отберут, не отберут, не отберут, еще круче. То есть я себя воздержанцем так таковым не считаю, потому что считаю, что воздержание, само слово звучит как ограничение, да. Я могу дать советы, я не занимаюсь непотребными делами, чем занимаются большинство парней на нашей планетушке, да. То есть я не сливаю себя, но это не означает, что я воздержанец. Потому что я просто человек, который не тратит свою энергию впустую. И я могу ее потратить на спорт, я могу потратить ее вот на видео, да, с вами разговаривая. И вот это вот тоже трата энергии. Но я не веду никакой борьбы, потому что я знаю, что если борьба начинается, это воюет мое эго. Моя душа, мое сознание, то самое, мое настоящее я. Оно давно выиграло эту войну и просто наблюдает вот за тем, как мой мозг пытается выжить в этом жалком мире, да. Как он пытается найти какие-то знаки, какое-то направление, какую-то мотивацию временную, да. То есть у вас же так же бывало, вас кто-то мотивирует, у вас включается мотивация на один час, потом вы обратно не знаете, что делать. Вы начинаете путаться, у вас много споров внутри себя, да, возникает. Все очень просто, вам нужно просто отпустить то, за что вы так сильно цепляетесь. Если у вас есть какие-то страхи, какие-то зависимости, значит вы что-то боитесь потерять и будете себя чувствовать неполноценными, если вы это утратите. Я сейчас объясню на примере того же воздержания. Ты боишься вообще, и у тебя не получается воздерживаться, потому что ты боишься сорваться. Ты боишься, что ты вот сорвешься, у тебя твой социальный статус упадет, тебе будет плохо, ты будешь чувствовать себя тряпкой, и ты, конечно же, это будет, да, и ты сверху еще там приумножил в мыслях эту силу всю. И прикол в том, что, прикол в том, что если ты забьешь хер, скажешь, что срываться, да, в принципе это нормально, то тогда твой мозг поймет, что тебе терять нечего и не захочет это делать, понимаешь? У тебя не будет внутри, внутреннего этого конфликта. Типа, я вот хочу, да, но не буду, потому что хочу сохранить в себе энергию, чтобы стать круче, чтобы стать более энергичным, чтобы там показать, какой я уверенный в себе. И ты знаешь, в чем прикол, что никакие демоны в тебе это не отжимают за то, что ты там выпендриваешься. Ты сам себя же просто так загоняешь в ловушку, потому что твое подсознание знает, что так делать нельзя. Когда ты не относишь себя вот к самим вот этим воздержанцам, не присваиваешь себе какие-то плюсы, а просто идешь по той тропинке, по которой предоставила тебе эта жизнь, тогда у тебя проблем не возникает. Тогда у тебя все идет гладко, и ты получаешь то, что ты заслуживаешь. Если ты заслуживаешь то, что имеешь, вернее, если ты заслуживаешь большего, чем имеешь сейчас, значит, ты сейчас где-то недорабатываешь, братан, поэтому подумай об этом.